всем приветики сегодня у меня продолжение вчерашнего видео и как обычно всем желаю приятного просмотра я сегодня нашел интернет пациент расшифровка пациент сейчас не расшифровывать что там нет тест вот это на ковид на пациент п-п-ц-р даже вам версии нет у меня никаких палочки смартфон я могу поискать а ты не нашел что я думал ты меня за за нашел и хочешь чтобы я угадал по линии разная цепная реакция экспериментальный метод молекулярной биологии способе вакцинированным п-ц-р не предлагать что-то такое полиме полиме разная цепная реакция а что это такое вообще на результат пцр теста на ковид это метод лабораторной диагностики направлены на выявление возбудителей инфекционных заболеваний они могут никак выявить маму эту бумажку увидела когда я зашла дать чё купить магазин дашь да я задуме картошки надо да и не то что то что купить а чтобы не забыть допустим хожу хожу чё мне посоветить в интернете надо не забыть написала что мне там купить написала заказать и мне там крышку надо на сковородку записала и потом все замывается всякая мелочь в голове много мелочевки не держится иногда не записывают думаю да я сейчас запишу там я забываю даже записать иногда все же память отказывает да давно уже чем-то но если да либо сразу сделать либо записать если ты сейчас не не пора уже в паспорт заглядывать да мама успокоила да надо принимать все маленькую вспомнит это вообще невозможно было это наберет эту куклу и начинает лена держи лена понять так скажи я пошла в магазины и опять мне назови меня вообще вот это фантазия была она играет у нее какие-то вот я до сих пор это на видео я записала канал лена с этой куклой с не помню какая-то целая процессия она всегда ко мне приходила вот эти куклы длинные голые с ногами с этими с туфлями с волосами ой вот это так зовут вот это так а все имена не наши ну да если с мутиком но смотри они все голые у них все приник я говорю дуня ты мне больше не приноси голых ты когда на следующий раз пришла все ходила пластилина купали чистила все эти сталь постыдно залепила да 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 она их вот не мало таким образом а с чего одежки постепает она потеряет помни эти куклы были воню тут такое у нее увлечение было сколько они красили монтировали все многие руки голова там все а это у всех девочек было какие то то что эти потом шары лолы короче какое-то время все Все наборы кукол. Да, да. Мы и дарили, тоже покупали, там, ну, как бы, все, как комлекция была. Вот это выпускают, и детей завлекают. И кукла, которая себестоимость 100 рублей, она по тысяче. Они дорогущие эти куклы были. Да. Дорогущие очень. Потому что просто детей заманивают. Соку попьешь? Не, макушка попала, спасибо, не хочу. У меня папины сачки еще. Там на работе стоит, там холодильники эти маленькие. Ой, я сегодня завтракала и запивала. Но я развожу первый раз водичкой. Я водичкой тоже развожу. И так хорошо, чем просто воду глотать. Да, я тоже водой развожу и соки, и компоты, которые Коля варюсь и сама пью. Что-то я не люблю сладкое, мне надо такое пожить. Я без супа вообще, я без супа не могу без первого. Суп вот этим с твоим мясом. Вот, добавляю. Хлеб накрошила, сметанью заправила. Такая вкуснятина. Я вот не понимаю, хлеб в еде раскрышенный. Я знаю, что ты любишь. Я вообще ни в молоке, ни в сметане, ни в супе. Я крыша, если я могу с сухариками, но мне надо, чтобы он кинуть и сразу, чтобы он не расквасился. Не люблю. Ну, зубы хорош. Нет. Бабушка мама ела. Бабушка мама. Ха-ха-ха. Она? Да. Она ела. Нет. Она ела молоко и туда хлеб крышила. Угу. Ну, кто как любит. А кислое молоко она делала. Тарелки нальет на стол, оно прокисает на столе. Я называла камня. Оно так хорошо... Она каменек. Ну, раньше это молоко-то она покупала на рынке. Ну, на рынке, нет. Молоко хорошее. А я это когда вот приезжал, три литра молока выдува с холодильника. Холодная? С бидона. Лена, а наше субботу была серебряная свадьба. Золотая? 50 лет. Ого! Ничего себе! Ну, мы в повалку больные такие лежали. Хотя бы позвонили, чтобы я за вас порадовалась. Ну, ладно. У меня же написано ваша дата свадьбы. У меня записано. И тут я себя туда смотрела и все. Ну, ты говорила, что ты все просчитала. Ну, как раз в этот момент, когда решили пожениться, мы поженились в море. В смысле вы два занялись в море? Ну, я там, что вы, ну, понравились друг другу. Все уже. Поняли, что… А расписались в море? Нет, в море не расписывают, а в работают. Ну, я с тобой врач, а он второй механик. Моряк с печки вряк. Значит, ты была свершер, а я был третий механик. Нет, я считалась, что данным врачом. А второй механик или третий? Который высший механик? Главнее. Второй. Старший. А второй или третий какой? Ну, второй, потом третий, потом сверху. Ну, потом пришли уже… Уже списались все. На Сумсу пришли. На Сумсу. Ну, может, где-то в конце декабря. А пришли к первому мая. Короче, у вас в море морская любовь началась. У кого морская болезнь, у вас морская любовь. А я помню фотографии, где вы с папой там, ну, в таких одежках на корабле. Там много фотографий хороших. А мы познакомились не так. А мы познакомились по особому случаю. У меня подмышкой… А, сучья вымя. Называется сучья вымя. Стук… Фурунковых. Стук… Фурунковых. Стук десять фурунковых. «Ой-ой-ой…» Куда идти? Крачок. А ты могла их удалить? Ну прямо, перевязки делала, накладывала на землю, чтобы прорвали меня. Уколы какие-то делали. Ну ты знала, что она делала? Ну да. Как же так? Ну я же работала два года в деревне, там все болезни уже изучили. А у меня это шалунка в первый раз в жизни. Специально вскочили. Специально вскочили, чтобы с вами познакомиться. Кофта как печь. Хорошая кофта. Теплая. Видишь, как я долго ее выбирала. Ой, долго. Я ее долго полюбила. Долго полюбила. Потому что я хотела, чтобы она и длинная была, и цвет ей подходила. Да, да, да. У меня таких кофт еще не было. Значит у вас золотая свадьба была, да? А вы проболели всю свою свадьбу. А мы проболели. Надо было в ресторане? Надо было, да. А там не пускают? Не пускают? Да, уж не плевитые. Да, только когда-то... А потом следующая свадьба какая-то? Все золотой. Теревянная. Нет. А вот и что. Деревянная свадьба где-то в начале. Не надо, не надо. Не нашло до меня. Что... Так. Что после золотой свадьбы? После золотой... Какая-нибудь бриллиантовая. Золотая. 55 изумрудная. 60 бриллиантовая. 65 железная. О-о-о. Не понять. Не понять. Почему железная? Что нету драгоценностей других? Обалдеть. Ну, бриллиантовая еще ладно. Ну, бумажная, кожаная. Ну, это начало. Деревянная свадьба это 5 лет, между прочим. Да? Да. Так что... Проехали. Проехали. 67 лет каменная свадьба. Ну, какой-то бред. Уже неинтересно. 70 лет коронная. 80 лет дубовая. О, это уже кто сказал. 100 лет красная свадьба. Уже как-то вот вообще ни о чем, да? У кого-то крыши поехали. А, 80 лет дубовая, потому что символ вечности, дуб типа того. 100 лет пусть и редко нынче, но примеры есть. Твои горьки прилетают? У этого нет, как его... Орла, который светленько прилетает, а этот перестал прилетать. Но у меня тут две версии. Или он в стаю где-то пошел жить. Они сначала бывают, я почитала. Они сначала прилетают в первое время как бы, а потом уже когда все, они могут улететь и больше не прилететь. Потому что я не думаю, что он... Даже не думаю, что у собака он очень сильный, он очень крепкий. Он не будет это... Это, во-первых. Думаю, что он в стае. И, во-вторых, может быть, они на яйцах сидят. Вернее, они же вдвоем сидят с голубкой. Голубка сидит... Подожди, когда она сидит? Днем? Не, ночью голубка. Он сидит днем. Или как-то... Короче, по очереди. Я не помню, как по времени суток. Вот. А когда голубка сидит, он кормит. И, может быть, он на яйцах. Три недели они примерно... Дней двадцать сидят. От шестнадцати до двадцати дней. Может быть, появится еще. Если он на яйцах, он покормит и будет прилетать. Но... Видно, что маленькие, которые только начали летать. Где-то гнезда-то есть. Ну да. Их сразу видно. Они маленькие. Еще такие смешные. Такие клювики. Еще вот этот пух отсюда. Тут пух торчит. Тут и... Возвит с кухней хорошей. Ой, как обалдеть. Я просто подхожу каждое утро и любуюсь. Как... Вообще сад такой. Угу. Сильное цветение. Сильное цветение. Сильное цветение. Мамы сильная аллергия на это цветение. Что до сих пор прихватывает. В том году вообще не было цветов. С той стороны такой. А тут прям вот. И город весь. Просто мы где не едем. Я такого давно не помню, что... Земля будет. Земля будет холодная, морозная и голодная. Ну вот как там, да. А почему голодная? Потому что ягоды же там будут. Ну вот. Ну вот. Это примета. А, то, что зима будет голодная. Холодная и голодная. Для этого ягоды и существуют, да? Растут. Все управляются. Ну посмотрим. Не хочется, конечно, зиму холодную. Ягоды не хочется. Не ягоды хочется. Зиму холодную не хочется. Угу. В области уже 110. Вчера было 90, 110. Да, все говорят, что растет количество. Так уже в Новосяк говорили о области. Что мы идем после Баскови. Опять. Выпустили народ, да? Отпуска. Так, это есть только дело. Сегодня 44 рейса влетели в Турцию с нашими туристами. Что, Турция открыла? 12 тысяч человек улетело. И говорят, что до миллиона будет этих туристов. У нас вроде закрыта была. Открыли ее? Вот сегодняшний день открыта. Уже 12 тысяч в Турцию. Вот привезут оттуда. Привезут оттуда. И по пути где-нибудь нахватает в аэропорт. Да. Грязная такая Турция. Что? Это же грязно. Во-первых, что грязно. Во-вторых, что грязно. Во-вторых, контакт людей везде. Вот это вот. Да нет. У них там не грязно, но у них там все нормально. Но вот эти вот переезды, перелеты, сообщения. Много-много, да. Пока доберется до Москвы будет поездах, самолетах, лететь по нашей стране. Уже можно прихватить. Да. Ты чихнул тут. Я заходила как-то в фикс прайс. И одна женщина. Ну, я понимаю, что у нее аллергия на химию. И она на раз десять чихнула. Я ее вижу. Она ходит. У нее маска вот так вот. Ну, сторчит. И она ходит вокруг этих порошков. Чхи-чхи-чхи-чхи. Обошла. Я хожу, попорочусь. Она возле меня стоит. Я в комнате ее. То есть она ходила-ходила. И мы с ней вот так же там рядом. Вот. И она когда ушла от этих порошков, она перестала чихать. Видимо, это аллергический чих. Да, да. Я тоже боюсь как-бы. Ну, конечно. Да, она же летит. Чихнула. У тебя нос открытый. Ты хоть такой свой нос-то чихаешь. Аллергично. А может, она больна? А может, она больна? Я не знаю. Так я от нее там... Что там про волосинки-то было? Анекдот, да? Как это? Три волосинки. Одну так положила, одну так. Да, осталась одна. Я буду ходить лохматым. Куда эту волосинку. Не знаешь куда. Или как их так лысо раскладывать. А Наташа когда приезжает? Наташа? В 5-го. В 5-го приезжает. Она сейчас в деревне присылала. Ну, в деревне снимает этот... Ну, в домике она видит. Типа дача. Вот. Там, конечно, очень красиво. Да, но... Ей там скучновато немножко. Она уже знакома? Нет. Она, по-моему, снимает там просто. А в каком месте? В Питере. Вот. Это она поля мне фотографировала. Видишь, как красиво. Ну, покажи. Сейчас я папе покажу. Ну, ей там только гулять. Ну, больше... Ну, это... Воздух, свежая природа, все. Смотрите. Смотрите. Ой, кажется, это такое. Вот поле какое. Ну, это вот моя стихия какая-то. Да. Вот вода. Я бы там гуляла и гуляла бы. Лес какой. И вот поле. Это все цветы. Очень красиво. Я бы там просто это... Дышала. А! Вот дом, где она. Ну, обычный деревенский домик. Вот. Где она. А! Да. Обычный деревенский. А, ну, нормально. Ну. Ну, красиво. Я представляю, какие там запахи. Да, запахи. Там уже запахи. Вот вижу, эти цветы. Вот эта вода. Вот эта вот стойка. Спит нано хорошо. Свежий воздух, да. Ну, понятно, что там, конечно, скучновато. Ну, там день погулял, два погулял. А днем, она говорит, жарко. Вот. Если бы с кем-то подружиться, можно общаться. А пойти некуда. Да. Ну, именно. Коронавирус. Коронавирус, да. Ну, это что у нас? Привет. Привет, Наташа. Я у мамы с папой. И тебе северный приветик. Мама, помаши Наташу. А вот и папа. Привет, Наташа. Привет из жаркого Мурманска. Да. А сегодня двадцать. Отправлю, ей будет приятно. Отправлю. Цветы ее нормально? Нормально все. Нормально. Сейчас не жарко и даже я приезжаю, они все влажные и можно было бы и позже приезжать. Но лучше пораньше перестраховаться, не дай бог. Они уже отцвели по разу без нее. Но приедет они еще бывает такое, чтобы потом у них еще одно светение. Мама мне название придумала. Неслушка. 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 Мишка приволок. Так я не пойму, что это будет. Ремонтировать. Стулья, что ли? А, у них на кухне они стоят стулья. Папа все ремонтирует, а? А он ничего не делает. Он да. Как не делает? Делает. Стулья привозит папе и увозит обратно. Он не ремонтировал. Вот это Мишка Федя позади сидит. Да. Мишка по технике мастер, а папа по вот всему остальному. Потом у меня лентяйку ремонтировал от радио от телевизора. Угу. Ну да, у Миши технические вот это все. А сколько он телефонов переремонтировал? У меня электроника. Электроника. Так, кажется, Наташа что-то ответила. Что-то мне тут булькнуло. Ага. Сейчас посмотрим. Спасибо, Леночка. Я уже скучаю. Хочу домой. Вот так вот. Я же говорю, мне будет приятно на вас поглядеть. Все. Песлая. Полные карманы набила что-то. Полные карманы что-то. Давай вытряхивай что-то. Ключи от квартиры. Ну вот сейчас будешь наклоняться и все вымираться. Ну а куда? Вытряхивай еще направо у нас. Ключи еще один. От вашей квартиры, от моей квартиры. Коля хотел карточку выкинуть свою старую, но она не действует. Я говорю, потом стекло хорошо зимой с корабль положила в карман. Подтяни пояс, чтобы вроде тебя сзади падает. А у меня он привязанный, мать. Да. Он у меня вот. Привязанный. Все. Воненька. Давай с Богом. С Богом. Да. Все. Прямо не снимай. Все. Спасибо. Пока. Итак. Я дома еще была в овраге. Набрала зеленушки всякой свинкам. И найду их и на сушку. Потом посмотрите какая красота. Какой букет я полевых цветочков нарвала себе полюбоваться. Такая прелесть. Здесь продавец в ларьке сейчас покупала картошку. Тоже залюбовалась. Какая красота. Какая прелесть. Я говорю, да. Никаких рост не надо. Вот. Поставлю. Надеюсь, хотя бы какое-то время этот букетик меня порадует. Гляньте, как зайкой хорошо смотрится этот букетик. Джайка, тебе букетик. Не, не отдам. Сейчас поставлю водичку. И что хочу сказать. Машина себя хорошо вела не так уж и долго. Сейчас съехала от родителей. Снова появились эти дурацкие обороты. Надо сказать ребятам на работе. У них были тоже свои версии. Из них это наш водитель Эдик. У него тоже был когда-то Лана. Сейчас у него другая машина. Пускай думают. Пускай кумекают. Если что, пускай что-нибудь меняют. Я, конечно же, заплачу. Короче, в сервис больше я ее не погоню. Все равно свечи поменяли. Это надо было делать. И провода тоже. Но причину искать надо. Почему она так работает. Это вредно для машины. Это вообще не езда. Ездить я на ней, конечно, буду. Но я думаю, ребята все-таки покумекают и что-то придумают. Если уже ребята не придумают, то тогда придется снова ехать в сервис. Чего бы не хотелось. Так надолго отдавать машину мне вообще не с руки. Сами видели, как я каталась и на куле, и на такси. Это не дело. Но на сегодня видео буду заканчивать. Мне надо снять видео на канал Елены Зверята. Надо помонтировать. Надо кое-что поделать. Такие всякие мелкие домашние дела. Поэтому с вами буду прощаться. Всем пока. Всех люблю. И, конечно же, до новых видео.